Добрый день, друзья! Сегодня мы расскажем вам о серьезном симптоме, с которым многие сталкивались. У кого-то такое бывает редко, а у кого-то постоянно. Но не каждый задумывается, почему так происходит, и принимает такое состояние за норму. Предлагаем вместе разобраться, почему же может темнеть в глазах при резком подъеме. Например, вы лежали или сидели, а потом резко встали и в глазах потемнело. Нередко бывает и так, что это состояние сопровождается головокружением. Главная причина – это нехватка кислорода в организме, когда органы и ткани могут испытывать гипоксию. Если игнорировать проблему, может развиться ортостатическая гипотензия, заболевание, которое часто является сопутствующим при болезнях сердца. Потемнение в глазах при резком подъеме с места может говорить о понижении артериального давления. Что необходимо предпринять, если у вас потемнело в глазах? Во-первых, присядьте в избежание травмы. Еще лучше будет прилечь и поднять ноги так, чтобы они находились выше уровня головы. Это улучшит кровообращение головного мозга. Вы заметите, что бледность уходит, а лицо принимает здоровый цвет. Поскольку темнеет в глазах из-за дефицита кислорода, значит, нужно максимально насытить им органы и ткани. После того, как вы присели, успокоились и пришли в нормальное состояние, лучше всего будет выйти на свежий воздух. Выйдите на улицу или хотя бы на балкон. Если такой возможности нет, то откройте окна, чтобы воздух проник в душное помещение. Также важно избавиться от одежды, которая может стеснять дыхание. Ослабьте галстук и снимите его. Расстегните ворот, рубашки или блузки. У кого может темнеть в глазах? Темнеет в глазах у людей, страдающих сахарным диабетом. В состоянии голода у них может резко упасть уровень глюкозы в крови. В этом случае рекомендуется выпить стакан подслащенной воды. Это поможет повысить уровень сахара и вернуться к нормальному состоянию. При долгом нахождении на солнцепёке может начаться головокружение и потемнеть в глазах. В таких ситуациях рекомендуется найти место в тени и занять удобное положение, сидя или лёжа. Если подходящих мест нет, зайдите в прохладное помещение. Не стоит находиться в солнечную жаркую погоду без головного убора. Если вы не знаете, почему так произошло, вызовите скорую помощь. Если с вами такое случается не впервые, а довольно часто, то обязательно посетите врача, чтобы определить причину таких состояний. Правило номер один. Запомните, никогда ни в каком случае не принимайте медицинские препараты без назначения врача. Даже если коллега уверяет вас, что всегда пьёт эти таблетки, когда с ней случается подобное. И ей помогает. Не рискуйте своим здоровьем. Также не делайте резких телодвижений. Не наклоняйте голову и не крутите ей из стороны в сторону, чтобы избавиться от темноты в глазах. Это может привести к потере равновесия и падению. Никакой физкультуры. Не приседайте, не нагибайтесь, якобы для усиления кровообращения. Напомним ещё раз. Примите положение сидя или лёжа. Когда приступ отступит, не употребляйте алкоголь и не курите. А бывает и такое, что головокружение сопровождается головной болью. При этом она сосредоточена в висках или затылочной части. Такое случается при вегетососудистой дистонии. При шейном остеохондрозе чаще всего приступы случаются по утрам и вечерам. У человека кружится голова и темнеет в глазах. Если повернуть голову, состояние ухудшается. То же самое при наклонах и любых движениях. Темнеть в глазах может при невралгии тройничного нерва. В этом случае необходимо срочное лечение, так как данное заболевание чревато тяжёлыми последствиями. В большинстве случаев врач назначает антибиотики. Постоянные головокружения и потемнение в глазах преследуют человека при наличии онкологического заболевания. Ортостатическая гипотензия может приводить к резкому снижению давления и приступам гипоксии. Организму сложно подстроиться под такое состояние, поэтому кружится голова и темнеет в глазах. Часто при этом больной теряет сознание. Помимо этих симптомов, возможно усиленное потоотделение. При анемии и пониженном уровне гемоглобина в крови такие приступы не редкость. Ведь при дефиците железа вырабатывается меньше эритроцитов, а значит кровь менее насыщена кислородом. Соответственно, органы и ткани могут страдать от нехватки кислорода. Человек бледнеет, чувствует мышечную слабость и затуманенность сознания. Любые заболевания сердца и сосудов могут спровоцировать нарушение кровообращения головного мозга. При заболеваниях глаз, таких как катаракта, например, могут наблюдаться симптомы как головокружение. Если нарушен кровоток в глазном яблоке, следовательно, и в головной мозг информация может передаваться с нарушениями. Потемнение в глазах и головокружение также могут быть одним из симптомов такого опасного состояния, как инсульт. В этом случае важно как можно раньше получить квалифицированную помощь. От этого зависит не только здоровье больного, но и жизнь. У страдающих мигренью помимо сильной головной боли и головокружения может появиться шум в ушах. Также возможны проявления светобоязни и тошнота. Также потемнение в глазах и головокружение может проявляться при заболеваниях внутреннего уха, а также в качестве последствий перенесенных черепно-мозговых травм. Если вы принимаете длительное время медицинские препараты, расширяющие кровеносные сосуды, это также может привести к потемнению в глазах. Большие дозировки мочегонных препаратов, прием лекарств, нарушающих естественные процессы в организме, прием антидепрессантов – все это может спровоцировать проявление потемнения в глазах. При чрезмерном увлечении алкогольными напитками также может наблюдаться такое состояние. Кроме того, головокружение вкупе с тошнотой и слабостью может быть следствием обычного умственного или физического переутомления. Если с вами случился приступ головокружения и потемнения в глазах, необходимо больше внимания уделять здоровью и образу жизни, чаще гулять и дышать свежим воздухом, придерживаться правил здорового питания, принимать контрастный душ, закаливаться, не забывать пить не менее дневной нормы воды. Откажитесь от пагубных привычек и проходите регулярные плановые осмотры у специалистов. Здоровый сон – это залог хорошего самочувствия. Очень часто рассматриваемые нами симптомы являются следствием пониженного артериального давления. Частые головокружения при попытке сменить положение тела, вялость, слабость и сниженная концентрация внимания, пелена перед глазами, нарушение памяти и одышка даже при незначительных нагрузках – все это симптомы гипотонии. После согласования с врачом возможно лечение без применения лекарственных препаратов. Одним из эффективных средств против гипотонии является настойка лимонника. Принимайте за 30 минут до приема пищи 20-30 капель настойки, растворенных в воде. Принимайте настойку дважды в день. Можно пройти курс лечения настойкой женьшеня. Для этого необходимо на протяжении 20 дней дважды в сутки принимать от 5 до 20 капель перед едой. Принимайте настойку, растворенную в воде перед завтраком и перед обедом, так как в вечернее время настойка женьшеня может препятствовать быстрому засыпанию. Если вы испытываете несколько раз в месяц состояние головокружения и потемнение в глазах при резком подъеме, то вам не угрожает серьезная опасность. Достаточно контролировать артериальное давление на постоянной основе и поддерживать свое здоровье при помощи натуральных средств. Отдыхайте, правильно питайтесь, не допускайте переутомления, поддерживайте водно-солевой баланс. Но если вы заметили, что приступы учащаются и настигают вас регулярно, незамедлительно обратитесь к врачу. Если вам было интересно и в этом выпуске вы узнали что-то интересное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будьте здоровы!